Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы, я Елена Беляева. И наш очередной базин, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте взглянем на ситуацию. Добрый день. Он вдохновляет рынок на дальнейшие подвиги и также сегодня препонесла, в общем-то, приятный сюрприз энергетика. Она, в конечном итоге, решилась на движение вверх и там начались события развиваться достаточно быстро. Давайте по порядку, давайте начнем с индексом. Смотрим мы сейчас на график индекса МОББ. Здесь ситуация продолжает развиваться в рамках восходящего канала. Индекс МОББ движется вдоль верхней границы канала, тестируя многотратно уже верхнюю границу. Но корректироваться пока не желает и нарасти уже с такими сильными этапами раньше уже не может. Но продолжает продвигаться все выше и выше. Сегодня отрабатывается уровень 1420. И сегодня, напоминаю 18 часов, рынки ждут выступления Бернанке. Ждут от него, что он прояснит дальнейшую судьбу программ количественного смягчения. В прошлый раз его слова были восприняты рынком очень позитивно. И не факт, что именно это имел в виду ДЭМ. Главное, как были интерпретированы его слова. Посмотрим, как будет сегодня. В общем-то, есть на самом деле ожидание, что в этот раз такого подарка не будет. И чисто технически ситуация все-таки складывается в пользу коррекции. И поэтому все-таки я бы, скажем, сделала ставку на негативный вариант развития событий. То есть не негативный вообще, но в таком локальном, в сегодняшнем варианте негативный. То есть коррекционное развитие событий после того, как будет высказано мнение представителями ФРС. Это моя точка зрения. Посмотрим, как это будет на самом деле. Я просто ориентируюсь не по каким-то объективным фактам. Я просто смотрю на графики и смотрю, как, по идее, дальше должны развиваться события на графике. Здесь в большей степени вероятности все-таки должно произойти некоторое движение снизу вниз в район 1380 по индексу МВБ. А дальше, пожалуйста, вот это движение вверх вполне может продолжаться. Поэтому я, честно говоря, жду именно такого варианта развития событий. Но, соответственно, могу принять и другие варианты, если они будут реализовываться. Вот. Это то, что касается индекса МВБ. По отдельным бумагам давайте пробежимся, посмотрим, что там у нас. ВВБ продолжает свою неясную картину рисовывать. МВБ движется в таком плотненьком боковике. Все попытки выйти из этого боковика заканчиваются усилением продаж и возвращением бумаги в этот боковик. Либо кто-то накапливает позицию, либо тут какие-то идут свои дела. И поэтому здесь, в общем-то, наблюдаем за ситуацией, смотрим, если будет увеличение активности, если будет рассинтересован бумаги, тогда будем в этом участвовать. Пока вот на данный момент есть другие, более интересные варианты на рынке, поэтому здесь участвовать в этих неясных движениях не хочется. Ну и чемпион рынка по внешнему Газпром, спрос на акции сумасшедший, спрос подогревается движением АДР на лондонском рынке, на лондонскую площадку. И, соответственно, бумаги демонстрируют просто фантастический рост, совершенно не свойственный для акций Газпрома, особенно в последние времена. И, в общем-то, Газпром подходит к такому достаточно важному рубежу в таком среднесрочном, долгосрочном даже плане, я бы сказала. То есть здесь графика более крупного масштаба на акциях Газпрома в инфраструктуре. Вот такой вот клин. И сейчас мы видим, что цены подошли к верхней границе этого клина, то есть, в принципе, сейчас может быть пробоя этой границы. Что здесь может дальше, как развиваться события? Либо где-то у текущих уровней может подойти остановка и коррекция, либо может на инерции пройти движение дальше, движение, в принципе, сильное, и поэтому вполне возможно хватит этого движения где-то в район 133 рубля. Да, может быть, да, даже уйти цены, а потом уже будет коррекция. Либо так, либо так посмотрим. То есть сегодня, в общем-то, определяющий день. Посмотрим, если после заявления в Герданке будет сильная реакция западных рынков и движение вниз административных индексов, то в этой ситуации все-таки это сможет остановить восходящее движение нашего рынка и организовать какую-то полноценную коррекцию. Посмотрим, потому что сейчас Газпром обращает внимание не на какие внешние раздражители, он движется вверх, и движение поддерживается растущим спросом. До сих пор еще растущим. Вот. Поэтому здесь, как можно себя вести с этой бумагой, просто пока следить за развитием событий, переставлять стопы за существующими позициями, и, соответственно, в тот момент, когда будет разворот, просто зафиксировать прибыль. Других вариантов нет. Когда это случится, тогда это случится. ГМК Нурнипель пока не хватает им сил, чтобы перейти в какое-то существенное повышение, то есть отстает внутренний рынок, и, в общем-то, как весь сектор Нурнипель пока находится на скамейке запасных. Мы знаем, на что эта бумага способна, мы знаем, что она способна демонстрировать великолепное движение, поэтому глаз с нее не спускаем. И, опять-таки, если здесь будет наблюдаться увеличение активности, если будет пробиваться диапазон и выходить, цена будет выше вот этого установленного диапазона, где тоже, скорее всего, кто-то просто набирает позицию и не пускает отсюда бумагу. В этом случае будем участвовать в этом движении, будем открывать длинные позиции или увеличивать существующее, и тогда уже будем участвовать в этом движении. Итак, дальше. Давайте сначала по сильным основным бумагам пробежимся, потом посмотрим все остальное. По Роснефти. Пока Роснефть плотно стоит у сопротивления, здесь продолжение движения пока не происходит, то есть свежих покупателей, готовых покупать на текущих уровнях, не очень до иных находятся, поэтому здесь тоже есть смысл занять такую выжидательную позицию. Существующие позиции под пираем стопами, новую позицию будем открывать, если будет пробиваться уровень сопротивления, если пойдет движение выше. Пока так. Пока вот перед выступлением Бернанке я бы не рекомендовала вам открывать эти виды. Сейчас новая позиция, в 6 часов вечера ожидается это выступление, и, соответственно, сейчас не очень подходящее время для открытия новостной позиции. Можно поставить, так называемые стопы, можно поставить стопы на открытие позиции, на пробой уровня или на движение в сторону или в другую сторону. Но вот заходить сейчас в позицию может оказаться, позиция совершенно, пойдет движение ценой, может пойти совсем в противоположном направлении, чем вы ожидали. Это просто специфика новостных движений, то есть сегодняшнее движение вечернее, оно будет новостным, и поэтому здесь его спрогазировать с точки зрения технического анализа бывает невозможно. Точно так же стоит у сопротивления Лукоил, плотно стоит, и, в общем-то, бумага, в ней чувствуется сила, есть у нее потенциал для движения выше, но здесь также свежие покупатели, они и сдерживают вот эту неопределенность рынка, связанного с выступлением 13 и так далее, и поэтому здесь сейчас покупки, так скажем, затихли. Тоже, понятно, движение уже было, рост значительно состоялся на эти факты, и для продолжения дальнейшего роста нужна новая порция какого-то позитива. Пока его не будет, движение уже не будет. Сбербанк также демонстрирует боковую динамику, просто с большей волотильностью вот это движение происходит, но по смыслу, по сути, это то же самое. То есть здесь я бы тоже сказал, что более вероятен вероятное движение на более низкие уровни. Хотелось бы, чтобы здесь была какая-то коррекция, и тогда уже можно верить, что будет продолжение движения вверх. Дальше. Скорее всего, это не самые высокие цены, которые мы увидим в этом году по Сбербанку. Скорее всего, движение будет выше, но для продолжения покупок опять-таки нужны основания. Поэтому пока ждем вечерних новостей, и вечером будем ориентироваться по ситуации, тогда, может быть, станет ясно, чего ждать дальше. Так, по остальным ситуациям, по тем ситуациям, которые не так часто рассматриваем, давайте поговорим про энергетику. Сегодня пришло движение в сектор энергетики, и сегодня наблюдаются движения в многих акциях. Это, во-первых, акции Россетей. Здесь порядка 4,5% ров. И, по сути дела, это такое догоняющее движение. То есть весь рынок вырос значительно за последние 5 торговых сессий, а в электроэнергетике движения были достаточно незначительными. Поэтому, как это всегда бывает на рынке, участники рынка начинают искать, а что еще недооценено. То есть на фоне переоцененных бумаг ищут те бумаги, которые еще недостаточно высоко оценены рынком. И в данном случае, конечно же, взгляд падает на электроэнергетику. И вот мы видим, что рост в сети сегодня в них спрос проявился. И также та же ситуация в ФСК, больше 5% рост. Ну и чуть, как бы сказать, слабее, но тоже происходит движение в Интерао. Здесь просто был до этого рост, поэтому здесь в меньшей степени этот догоняющий рост проявился. В Росфитро еще меньше, потому что до этого рост был сильнее. То есть те бумаги, которые сильнее отставали, они сегодня сильнее выросли. Можно ли сейчас еще присоединяться к этому движению? Ну, в принципе, можно. Но просто нужно сравнивать эти риска и те целевые уровни, которые здесь существуют, и заходить имеет смысл на откатах, чтобы стоп обычно стоял по ближайшему локальному минимуму, чтобы стоп был меньше, чем намеченный вами профит. То есть, ну, скажем, по ФСК, в данном случае уровень профита у меня получился где-то примерно 0,116,5, и на 117, вот это уровень тейка. И поэтому сейчас здесь нужно, соответственно, искать более комфортный вариант для входа, чтобы этот вход сейчас уже на текущий уровень был оправдан. И точно так же по другим бумагам. То есть только в том случае, если это соотношение риска и профита у вас отправило. Вот. Так, по вопросам. Какие акции отстают, чтобы купить их? Ну, вот следующий момент. Все-таки есть на рынке отстающие акции, да, во-первых, это энергетика, во-вторых, это недургия, два сектора, где чувствуется отставание, где есть еще потенциал движения. То есть вот это движение на, скажем, догоняющее движение, оно может принести такую прибыль существенную в короткий промежуток времени. Но вот на властной момент сегодняшний, не забываем сегодня, выступление Бернанке может испортить рынку настроения для дальнейшего роста. Поэтому лучше сначала выяснить, как рынки среагируют на его выступление, а потом уже присоединяться к этому движению. То есть два основных сектора, где чувствуется отставание, это электроэнергетика и металлургия. Итак, Вячеслав спрашивает, скажите про Ролкали, какие перспективы? Ну, мне кажется, что вот в текущей ситуации совсем неинтересна эта бумага, и есть более интересные варианты сейчас на рынке. То есть, по сути дела, ничего хорошего я бы от Ролкали не ждала, и корпоративные новости там не совсем, так скажем, обнадеживающие. И здесь каких-то перспектив улучшения ситуации в ближайшие перспективы я не вижу пока. То есть, поэтому мне кажется, что нужно обращать внимание на те бумаги, которые проявляют силу, то есть, которыми интересуются инвесторы и в которых есть спрос. А здесь какого-то такого спроса со стороны инвесторов не наблюдается. Здесь продолжаются программы выкупа компаний, и вот это единственное, что держит эту акцию на плаву, а так бы она, мне кажется, спустилась еще более на низкие уровни. Поэтому здесь, я думаю, что какого-то счастья ловить не стоит. Так, Николай спрашивает, как вы смотрите на низкое снижение открытого интереса во фьючерсе на инвесторе? Ну, что могу сказать, боятся, в общем-то правильно делают, потому что сегодняшняя новость, она действительно, ну, может быть, не настолько важная, насколько ожидаемая. То есть, сейчас вот ситуация с судьбой, дальнейшей судьбой количественного смягчения в Америке, это такая ключевая ситуация, которая очень сильно потягивает к себе внимание. И, кроме того, боятся, что, скажем, Дернанке назовет дату своего ухода в отставку, это тоже может, это очень сказаться на рынках. То есть, в сегодняшнем выступлении Дернанке заложены достаточно большие низкие. И многие просто не согласны это низко на себя обвинять, и поэтому движение в последнее время по фьючерсу было очень красивым, и зафиксировать ту прибыль, которая здесь отразовалась, это достойно, и многие это делают. Поэтому такой момент существует. Кроме того, недавно прошла экспирация опционов. Вы знаете, что опционные оппозиции часто хеджируются фьючерсами. Опционные оппозиции были вымечены после экспирации опционов. Соответственно, эти фьючерсные оппозиции были дать в это. Поэтому открытые интересы и среагированы от ситуации. Так, Сергей, с Ваших слов, ДМК «Нарникель» рекомендуется покупать, но с тобой 4,800 и получил мне кто-то правильно. Почему что, даст в команде, будут купить бумагу вчера, объясни, пожалуйста, по телефону. На самом деле, ситуация следующая. Давайте я открою ДМК «Нарникель» и поясню вам. Нет как бы сигнала однозначно правильного или однозначно неправильного. То есть то, что я говорю при пробое сопротивления, это среднесрочный сигнал. То есть мы покупаем бумагу с намерением держать ее, ну, по крайней мере, несколько недель. И в этом случае, да, все правильно, все чисто при пробое сопротивления. Мы покупаем бумагу и, соответственно, заходим в позицию. Краткосрочный сигнал, он формируется по-другому. И здесь, в этой ситуации, в общем-то, я сама также покупала «Нарникель». То есть здесь, когда была коррекция от верхней границы до уровня 4,650, этот уровень я рассматривала как уровень поддержки. И я тоже заходила вот здесь, в длинную позицию по «Нарникелю». И у этой позиции у меня цель 4,780. То есть это совершенно разные позиции, совершенно с разным смыслом и совершенно с разным сигналом по смыслу. Поэтому здесь ситуация, совершенно нет противоречия. Абсолютно. То есть покупка от поддержки – это покупка на торговую диапазон, а пробой диапазон – это совершенно другой сигнал. Вот так. Ну все, давайте про акции пока закончим и поговорим про фьючерсы. Что, значит, здесь можно сказать про фьючерсный индекс РТС? Ну вот продолжается движение вверх. В основном, конечно, та, четверг, ситуация по Гаттромона дает вклад в индекс, и, соответственно, фьючерсный индекс не может стоять в стороне от этой ситуации, он тоже на это реагирует. То, что мы видим, да, дивергенция на фьючерсе есть, но дивергенция, ее, в общем-то, недостаточно для того, чтобы здесь произошел разворот. Это предпосылка для разворота, но разворот он никак не может произойти уже в течение нескольких торговых сей. Вот посмотрим, как будет сегодня дальше развиваться ситуация, то есть после слов Бернанке может произойти движение хоть что-то в другую сторону, либо все-таки будет инициирована коррекция, что, по моим понятиям, более вероятно, но с другой стороны может произойти обратное. Тогда будет эта дивергенция, будет решена пробоем вот этой линии, наклонной на осыляторе вверх, что будет означать сигнал на продолжение движения, и тогда мы будем здесь покупать и ждать движения сейчас на более высокий уровень. То есть в городе, в принципе, возможно. Можно посмотреть, какой сигнал будет, на какой сигнал и реагировать. Перед выходом новостей, в принципе, невозможно вычислить, какое бы движение. То есть здесь только по факту. Так, по рублю-доллару что мы видим? Ну, по сути дела, почти дошел фьючерс на рубль-доллар, почти дошел до намеченного в одной целью уровня 32 600 по фьючерсу. Но мне кажется, что, скорее всего, немножко не дотянет. И вот в текущей ситуации я вижу все-таки больше вероятности разворота. То есть здесь, мне кажется, на ближайшую, скажем так, пару торговых сессий некоторый отскок и уход фьючерса на более высокий уровень, более вероятный вариант проведения событий. То есть это совершенно не значит окончательный разворот. В принципе, 32 600 еще вполне могут появиться в планах движения этого фьючерса. Но вот на ближайшее время, мне кажется, движение вверх здесь более вероятный вариант разведения событий. И евро относительно доллара, если мы посмотрим, график смотрится достаточно уверенно. И вот это, опять-таки, добавляет еще одну, так скажем, еще один пунктик, добавляет в ожидание негативной реакции на слова Бернанке. То есть, скорее всего, вот такой вариант был бы более логичным. И так, все, наверное, на сегодня. Сейчас посмотрим какие-нибудь, может быть, еще вопросы, которых я не вижу. Так, и не вижу ничего нового. Всем спасибо за внимание. До свидания, до завтра. Следим сегодня с интересом за новостями. И завтра обсудим текущую ситуацию. Сегодня еще запасы нефти будут вечером, также выйдут. И они также могут немножко скорректироваться на нефть. Итак, до свидания. До завтра.